Наши съемочные группы на участках с самого открытия, они перемещаются с участка на участок, собирают самую интересную информацию. Сейчас мы готовы связаться с корреспондентом, который работает на избирательном участке, расположенном в седьмой поликлинике, это во Владикавказе. Моя коллега Карина Гигалаева готова рассказать, что там происходит. Карина, тебе слово. Да, Елена, мы находимся на избирательном участке номер 327. Его открыли в седьмой поликлинике. К этому участку сюда пришли отдать свой голос около 300 человек. А еще этот участок примечателен тем, что также сюда пришли отдать свой голос 18-летние ребята. Это их первые выборы и первый голос. Представители ЦИКа отмечают, что к таким молодым ребятам особое внимание. Также хочу отметить, что подготовились в этом участке основательно. Здесь есть камеры видеонаблюдения, охрана и соблюдены правила пожарной безопасности. Но перед тем, как приехать сюда, мы также побывали в 26-й школе. Там открыли избирательный участок номер 300. И уже традиционно туда пришел отдать свой голос председатель парламента Алексей Мачнев. Давайте послушаем, как он прокомментировал сегодняшние выборы. Сегодня важный, очень важный день для города Владикавказа, для жителей. Сегодня проходят выборы в городское собрание представителей. От того, кто войдет в это собрание. От того, как правильные, нужные решения будут приниматься на уровне города. Во многом или почти что во многом будет зависеть и развитие города, и наше благополучие, благосостояние. Я считаю, что в сегодняшний день предоставлено право и возможность каждому из нас определиться на перспективу, на развитие столицы нашей республики. Думаю, что мы должны сделать правильный выбор. А я добавлю, что людей с каждым часом становится все больше. Основной поток ожидается ближе к вечеру. Участки будут работать до 8 часов вечера. До этого времени наши съемочные группы тоже будут находиться здесь, чтобы держать вас в курсе всех последних событий. Елена. Спасибо большое, Карина.